Сегодня началось электронное предварительное голосование Единой России. Голосование проходит на сайте pg.er.ru. В течение недели жители Чуваши, так же как и всей страны, могут выбрать будущих кандидатов партии на выборы депутатов Госсовета Чувашской Республики и Государственной Думы России. По итогам народного предварительного голосования будут определены фамилии кандидатов от партии. Единая Россия – единственная партия в стране, которая применяет процедуру предварительного голосования. В этом году партия выбрала самую демократичную и открытую модель. Стать кандидатом предварительного голосования мог любой житель Чуваши, будь то член партии или ее сторонник. Нужно было подать заявление, справку о несудимости и изложить свою программу. Выборщиком тоже может стать каждый желающий, кто проживает на территории республики. У нас два уровня выборов. Вся республика голосует и на выборах в Госсовет, и вся республика голосует на выборах в Госдуму. В Госдуму у нас есть два одномандатных округа и список. Среди участников предварительного голосования новые лица – министр образования и молодежной политики Алла Салаева и министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Он первым подал документы еще в марте. Очень много сделано для поддержки агропромышленного комплекса. Сегодня работают более 50 программ для развития отрасли. Но в то же время и предстоит сделать очень много. Мы знаем, где есть недоработки, где нужно потянуться, что надо сделать, чтобы работать еще эффективнее. Всего придется проголосовать по трем бюллетеням. Причем выбрать можно ни одного кандидата. Голосование рейтинговое. Те, кто наберут наибольшее количество голосов, получат возможность баллотироваться в Государственный совет Чувашии и Государственную думу России. Всего на предварительное голосование заявились 220 человек. 153 из них намерены избираться в парламент республики. Очень много достойных, очень много молодых, очень много известных промышленников в регионе, очень много авторитетных людей. Молодые люди есть. Есть интересные предприниматели, есть волонтеры, которые показали себя как раз во время пандемии. Предварительное голосование будет длиться до 30 мая. Принять участие в нем может каждый житель Чувашии. Для этого надо зайти на сайт pg.er.ru, нажать кнопку «Хочу проголосовать» и следовать подсказкам системы. Напомним, для голосования нужно пройти авторизацию на портале госуслуги. Итоги предварительного голосования подведут уже 1 июня. Утвержденные результаты вынесут на обсуждение региональной конференции, а затем предвыборного съезда Единой России. Татьяна Молокова, Республика.